Проложается субботний маршрут, вдали от дома. Тут тоже красиво и хорошо. Пока идем в подъемчик все время. Ну нигде тут не потеряться, везде стоят удобные указатели. Вот нам на Гензе Хайс Турм, 2,8 километров еще. Вот тут тоже многие люди писали об этой скамейке, типа тут очень классно сидеть, присесть на солнышке, отдохнуть. Что мы сейчас сделаем я думаю, я думаю надо сесть и на стоечки немного дернуть, не иначе. Ой как хорошо тут, даже шапку снял, вообще четко. В общем еще одно прекрасное место, чтобы посидеть. Вот солнце только-только ушло, сейчас вот за облаком, а тут только подошли было солнце конкретное и очень классно сидеть на солнышке, обозревать окрестностей. А теперь конкретный подъем, серпантинный такой подъем вверх. Так мы попали на какие-то лесозаготовки, внизу ставил тракторишка и вот этот трактор совсем новый видно, он вот снизу поднялся, трактор нифига себе. Там людишки работают, заготавливают дровишки, как я понимаю. Сегодня суббота, можно работать. Вот там цветы, а это не цветы, это помечено чем-то, что ли. Синим я думал цветы. Там краской пометили. Вот сейчас будет тянуть. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Тянет ребёдкой, в общем. А ну вот по такому-то подъемчику, серпантинному подымаемся потихоньку вверх и вон оттуда уже снизу поднялись. Нормальная зарядка. Так, мы достигли какой-то вершины, как я понимаю. Вау! Удобный столик, как в барной. Барный столик такой, здесь нужно выпить обязательно. Вот такая инсталляция классная. Но надо добавить камень. Камня под рукой нету вообще. Надо было с собой принести камень. В следующий раз обязательно так сделаем. Фу! Я аж запыхался. А прикинь, эти рабочие, например, если стригут траву в городе, они это, в касках работают. Тут вон падают деревья, всё тянут. Тут ни в чём, никакой безопасности, ничего нету. Вот так вот оно происходит. В порядке вещей. Всё, указатели как надо. Отлично. Так, всё-таки камень найден. И сейчас он водрузится, не знаю куда ещё, блин. Вот сюда вот. Вот, хорошо держится. Нет, тут он нормально держится. Другой камень пододвинул, всё. Запомните этот камень. Нормально. Наверное, самое холодное место в округе. Вот здесь всё покрыто инеем. И как бы высотка конкретно здесь. Забрались сейчас. Сейчас будет небольшой спуск, наверное. Так, на всём протяжении очень хорошо помечен маршрут. Вот это вот оранжевая шильдочка. Это вот прибавилось совсем недавно. Национальный геопарк Лахер-Зея. Тут большое озеро есть рядом. Лахер-Зея называется. Вот. В общем, мы углубляемся в лес. Потихоньку идём дальше. Сейчас будет спуск. Так, в общем, мы пришли на самое высокое место. Тут башня вот такая вот. Там антенна, естественно. И как бы везде писали, что оно закрыто на сезон, на зимний сезон. Оказывается, что-то открыто. Сейчас мы всё это разведаем и по возможности поднимемся. Да, и всё. И тогда ничего. Как на верх Кёнинского собора поднимаешься. Такая же лестница. Нудная и долгая. Какие-то стойки. поставить. Всё. Включимся там уже наверху. Вот мы и забрались на самый верх, а на смотровую площадку. А, тут классно. Ой, витрина какой. Ну, это классно. И вот тут написано, куда смотреть и что там находится. Руины Эльбрюк. Вон там. Как раз их видно. Радиотелескоп. Опа. Унибон. Вон там радиотелескоп. Нифига себе. Он его видно недалеко. Далеко очень. Зибингберге. Зибингберге. Вон там. Да, это не есть. Классно. Ну, вот. Нидер Циссон. В общем, всё подписано. Куда смотришь, там и есть. Ну, это да. Взови Сергеевна. Вон там написано. Вон там написано. А, вон там точно. Да. Всё понятно. Отлично. Никто не пожалел, что сюда забрался. Ну, и так и высоко так. Нормальному человеку можно забраться. Мюнстер. Мюнстер Майфель. Мюнстер. Что-то как написано, непонятно. Ну, там были Мюнстеры Майфель. Майфель? Майфель. Ааа. Ну, нормально. Тут чётко всё. Отлично. Башня. Вот такая вот полностью. Мы вот на первый этаж только залазили. 103 ступеньки в высоту. Ну, нормально, в общем. Ну, там какие-то руины ещё стоят старые. Нам вниз. Экспедиция продолжается. Вот это башня. Сейчас мы продолжаем наш маршрутик. Фух. Половина пути, в общем, прошли. Где-то за полтора часа так неспешно, хорошо. Было много подъемов. Сейчас наверняка будет больше спусков. Опять ребят там работают, пилят. Во! Сейчас они это не выклеили. Мы, когда это мыть? Ну, не знаю, но надо, значит. Ну, мы-то не можем клеить. Ну-ка, посмотрим, как он спилит. Давай, давай. Так. Что нельзя? Так, померял. Сейчас, опа. Померил что-то там. Оп, забил. Запил чопик. Чтением работает. Чем же ещё? Сейчас, опа. Опа. Не, нифига ещё. Опа. Ну, всё, тут в касках ребята работают. Как надо. Оп, качается уже. Сказал, внимание. О, пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. Отлично. Всё сработало по науке, так сказать. Информационный стенд. Главное, крикнуть Ахтунг. И всё получится, блин. Полную наливать? Нет, полную, нет. Половинку, пожалуйста. Там только половинку налить. В общем, мы пришли на такое чудесное место. Погода наипрекраснейшая. Мы сейчас тут перекус делаем. А здесь открываются вот такие вот виды прекрасные. На много-много километров. Там он не так далеко, 61-й автобан. Как всегда, он перегружен. Очень много машин. Ну и виды, конечно, открываются чудесные. Вот отличительная черта этого маршрута и вообще этой местности, как я понимаю, это вот наличие вот множество таких вот скамеек, типа или банк, как тут называют банк. Ну скамеек вот таких вот, где можно прилечь, наслаждаться солнцем, наслаждаться вот таким пейзажем. Ну отлично. Ой, солнышко сейчас пригревает. Так вообще прекраснейший, чудеснейший. Все классно. А вот на завтра обещают дожди. И это очень плохо. Пойду перекушу. Так, а на перекус у меня сегодня ни булочки, ни бутерброда, вот такой вот ригель. Кокосовый гешмак. Попробую. У нас полезнее будет. У нас полезнее будет.